Дорога, смена городов и пригородных пейзажей разных времён года и погодных условий. Рыбаки готовы на всё, чтобы испытать адреналин. Михаил Меркулов со своим напарником сегодня пришли не за спортивным результатом, а ради удовольствия. И таких желающих с каждым годом становится всё больше. Рыбалка стала, блин, не знаю, модной, не модной, как это правильно назвать, от мала до велика. То есть люди приезжают, ты состоятельный, несостоятельный. То есть на платные пруды приезжаешь, смотришь, в некоторый раз на выходные негде встать. Такое ощущение, что у нас кроме рыбалки больше не занимается ничем. Для новичка рыбалка – это захватывающее времяпровождение. А для рыбака со стажем не просто увлечение, а образ жизни. Испытав азарт во время рыбалки, он старается в дальнейшем посвятить любимому делу всё своё свободное время. Ведь он испытывает удовольствие не только от самого процесса, но и от слияния с природой. А значит, это самое что ни на есть отдых. Здесь каждый хоть немного, но рыбак. Профессионально этим промыслом занимаются не только мужчины. Молодёжи очень много стало. Женщины начали появляться тоже в рядах. И не выступают, кстати, мужчинам. Вот в Воронеже есть экипаж, двойка, лодка Перетокина, Толкачёва. Один, единственный на всю Россию женский экипаж, который выступает с нами, с мужчинами, то есть берётся на воде. Михаил рыбачит с детства. Обычное хобби переросло в спортивный интерес. Это джиговые приманки, джиговые ловли. То есть видов их очень-очень много. И какой она предпочтёт сегодня, никто не знает. Настроение разное, отчего такое количество их, допустим, большое. То есть есть поролоновые рыбки, тоже используются ловли. Но в основном, конечно, силикон. Это всё придётся по вкусу хищной рыбе – окуню, щуке, судаку. Приманка, можно сказать, 90% улова. А правильно подготовленная – все 100%. У каждого сезона есть свои нюансы. Осенью рыбка как бы более активно жор набирает хищники. Но на неё пытаемся использовать такие приманки же более весомые, большие. Монтажи, допустим, там разные. Вот в корягах – это овсетный крючок. То есть прячется специально, чтобы проходил мимо коряги. Результативная рыбалка может сделать совокупность факторов. Таких как вид, размер, искусственные насадки. Место ловли цвет также играет свою роль. Это вот японские приманки. Это фирма Кейт Эйч. Вот съедобная резина. Вот этот данный цвет. Вот. Двух моделей. Эзи Шайнер и Свинкомпак. Работает везде. Беспроигрышный вариант. Да, если я его ставлю, я ловлю. Есть у Михаила и стойкие, и демпляры приманок. Ветеран у меня тоже локупера. Это пантом 21. Уже и глаз у него, щуки, блин, выдирали весь ободранный. Ну, наверное, лет пять ему уже. Этот год у Михаила Меркулова идёт на восстановление сил. Соревнований из-за пандемии нет. Больше приходится не ловить, а вспоминать самые яркие моменты. Это было Липецкое водохранилище. Это был у нас второй этап турнира «Предаторс». Мы летели в сухую с Максом, и Макс здесь ловит трофейную щуку. Вот, по-моему, она запомнилась нас вообще на всю жизнь. То есть она нас спасла, плюнула на деликатную снасть, как всегда. Долго мы с ней боролись, боролись, но всё-таки мы её достали. Ну, и она нам сделала результат. На соревнованиях Михаил выступает в двух дисциплинах – спиннинг и зимняя блесна, которые под силу немногим. Чтобы добиться результата, нужно быть морально подготовленным и физически выносливым. Её даже называют «лошадиный вид спорта». Потому что, если снежная зима, и у тебя точка, допустим, до неё идти там 3-4 километра, ну, по снегу, представляете, и не просто как на прогулку, а именно надо идти быстрым там шагом до них, дойти, и опять же вовремя прийти, чтобы не опоздать, чтобы вас не сняли. Ну, поверьте, тяжело ещё и бурить, и таскать, и ходить. Ну, люди приходили и падали. И я так несколько раз и приходил, на коленком пол, всё, я ни живой, ни мёртвый. Рыбу Михаил ловит для удовольствия. Как еда, она его не интересует. А вот как процесс – цепляет. Для него рыбалка, как и для многих других, стала вирусом, от которого ещё не придумали вакцину. Поздравляю всех с Днём рыбака. Желаю натянутых лесок. Ни хвоста, ни чешуи, ни всем. Елена Хромова, Александр Позняков, Ольга Кириллова. Область новостей.